Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Трейсер. Сегодня я снимаю видео с Виталиком Игнатюком. Это зимняя рыбалка, не 24 часа челлендж. Просто идем на рыбалку, на одно небольшое озеро. В общем, там лед. Находится это озеро в таком немножко секретном месте. Секретное оно, потому что мы вам не расскажем, где оно находится. Видите, через какой лес сюда идем. Там очень редко бывают какие-то люди. Об этом озере очень мало кто знает. И там, в принципе, много-много рыбы. Виталик уже ловил там с другим Виталиком летом рыбу. Они ловили таким неводом. Нет, мы тогда руками ловили. А, руками выловили? Это мы сейчас будем ловить неводом. А, ну это мы сейчас будем ловить неводом. В общем, это такая сетка типа и две палки. И мы ею будем ловить. Несмотря на то, что вокруг нас снега нету, скорее всего, там сейчас есть лед, потому что на улице сейчас минусовая температура. Если там есть лед, мы сейчас придем, поломаем немножко лед. У нас есть такие высокие сапоги. Мы оденем эти сапоги и, в принципе, в воде уже... Короче, в процессе я вам покажу, как это все будет выглядеть. А вот мы с вами, ребята, уже дошли до того самого озера, про которое вам говорили. Как я говорил, есть лед, но он, в принципе, не толстый. Давайте я его попробую. Да, он очень легко ломается. Я думаю, нам не составит большого труда его сломать. Так, что мы сейчас делаем по плану? Ну, я думаю, сейчас пойдем вырубим две ветки, а потом оденем резиновые сапоги и пойдем чуть-чуть поломаем, расшистим. Так как я, когда мы здесь ловили руками, помню, с Витальиком Зеленым, то здесь такая канава идет глубокая. И мне кажется, здесь стоит рыба в этой канаве. Вот здесь, так, посередине. Мы так разобьем лед, почистим и так затянем пятиметровым неводом. А я видел, вы тут этого сомика поймали, да, маленького? Да, да, вот здесь и далеко. Мы, ребята, много рыбы ловить не будем. Если поймаем много, то выпустим ее немножко. Так, чисто пару штучек поймаем, чтобы пожарить, приготовить, там, перекусить. И поедем домой, потому что много ловить. Да, там не гамнели много, типа там браконьеры, еще что-то. А так пару штучек возьмем, пожарить, отдохнуть себе до свежего божья. Ну да, нам много не надо, с собой даже брать ничего не будем. Да, там сейчас лед спал уже, и жерлицами не полос, и просидишь, нифига не словишь, знаешь. Может, даже и сомика опять удастся поймать. Ну, сомика это, конечно, удача была. Хотя сом на самом деле такой паразит, он все выедает, короче, так их надо этих сомов валить, короче, чтобы их меньше было. Да, пускай карасик себе растет, знаешь. Ну да, карасик, карпик какой-то. Можно сюда на удочку поплавочную прийти, так как мало знает, оно находится очень далеко, и классно половить. А мы так возьмем тебя на подарочек. Это резиновые перчатки, потому что вода холодная. Да, может это, ну, лед поразбиваем, позатаскиваем. И такой вот гелот у меня 5-метровый. Возьмем, протянем. Я думаю, щучку словим, каких-то пару карасиков. Ну да. Просто здесь такая канава такая, глубина была. А сейчас вода поднялась, и будет, я думаю, что-то интересное. Гоба, ты куда? Я сейчас, мне тебе, прикиньте, он сейчас под лед провалился. Смотри, я отломал. Друзья, вы устали от слащаво-мультяшных игр? Не каждая RPG-игра должна быть миленькой и мультяшной. Хватит. Только реалистичность, брутальность, нечто темное, эпичное. Raid Shadow Legends перенесет вас в мир реалистичных темных фантазий. Просто топовая графика и огромное количество чемпионов, которых, кстати, можно использовать в качестве жертв, чтобы повысить ранг любимых чемпионов. Давайте прямо сейчас откроем несколько древних осколков и посмотрим на выпавших чемпионов, чтобы решить, пожертвуем мы их или оставим. Ребята, важная новость. Теперь в Raid можно играть на ПК. Версии абсолютно между собой взаимосвязаны, так что можно играть теперь на компьютере и на телефоне, когда и где вам удобно. Графика на компьютерной версии потрясающая. Игра запускается очень легко и гладко. И как мобильная версия, она полностью бесплатна. Еще Raid проводит специальный конкурс для всех новичков, которые скачают по моим ссылкам в описании игру в период с 1 по 31 января. Raid разыграет 6 11-х iPhone Pro Max среди случайных участников. А также Raid проведет розыгрыш специальных призов среди самых прокачанных новичков. Три игрока, которые достигнут самого высокого уровня среди других участников, получат первое место игровой ПК Hyper PC Crystal, второе место игровой ПК Hyper PC Premiere, и третье место MacBook Air на 256 гигабайт. Очень важно, чтобы стать участником конкурса, не забудьте подключить свой аккаунт к Facebook или Plarium ID. Все дополнительные подробности о конкурсе вы найдете по ссылке в описании на сайте конкурса. Так, чего же вы, ребята, ждете? Переходите в описании, качайте Raid только по моим ссылкам в описании, ведь вдобавок по моим ссылкам вы получите 50 тысяч серебряных монет, а также эпичного чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Всем, ребята, удачи, жду вас в Raid. Ребята, здесь бобров много, и кто-то вот здесь лазил, грил, смотрите. Попрыжу. О, я здесь промах... Оу! В натуре. Боба, взять этого бобра, блин! Ого, как он глубоко залез. Ну, это, ребята, как раз такая порода, чтобы вот именно в такие норы залазить. Смотрите, Виталик сюда наступил ногой, и вот так... Нет, ну здесь опал. Они поднарывались здесь под берегом. Провалился немножко. Кстати, вон, смотри, она сквозная. Может, боба даже тут вылезет сейчас. Я тут залез так. Пускай охотится, пока мы будем рыбачить. Ищет бобра. Вырубили, ребята, две такие палки. Вот уже одна готовая. Сейчас вторую осталось еще немножко укоротить, и будет у нас такой вот невод. Все, примерно даже ровные по длине. Смотрите, как будто рулеткой мерили. И верх теперь привязывай, да? Ага. Ну да, натягивай. В принципе, не такой высокий. Мне казалось, что он выше. Натягивай там, да, и привязывай. Не, вот есть, готов у нас. А теперь берем, одеваем резиновые сапоги. У тебя хорошие, я видел, как ты там купил, где-то вот дай сюда на корабль лазил. И что там взяли за жопу, и что? Да, короче, в милицию завезли, там написали на меня такую бумагу, короче, вручили мне этот протокол. Ну ничего, вроде пока не звонили, хотя... Ну дали тебе? Не, еще не дали, но может еще суда не было. Я не знаю, может и не будет суда, потому что часто такое бывает, что суда. Ну да, да, это все такое, что там ты что-то там... Ну на самом деле, что, ну иностранное судно, подумаешь, залез там. Ну да. Ну вообще, типа, как бы по идее, что я нарушил? Ничего не нарушил сверх такого. Ну да, полазил себе. Это там... Я же ничего не украл, злого умысла у меня никого не было. И самое главное, это даже как лайфхак, ребята. То есть каких-то предупредительных табличек, что делать этого нельзя, там не было, значит... Ну в принципе, я не знал, что так нельзя. Это те, что там лазят, что-то тырят, металл там... Ну да, вот таких, короче, часто берут. Вот за жопу так, серьезно. Вот такие вот, ребята, у меня сапоги. Если вы, ребята, видели тот видос, где я, получается, на корабль перевернутый лазил. Я тогда у Виталика, кстати, брал его лодку. Думал на лодке заплыть, но увидел обстановку, потому что там рядом часть пограничников была. Ну я как бы понимал, что он охраняется, этот корабль. Понял, что не будет времени играться с лодкой. Надо брать вот такие сапоги. И видите, пригодились. Уже, можно сказать, там... Ну да. Третье видео я их использую. На улице уже немножко прохладно. Надо одеваться, чтобы было тепло. Мы, получается, в этих сапогах будем босые, и как бы вода холодная, все равно будет прохладно. То есть мы будем сухие, но будет холодно. Баба, вот ты реально только мешаешь. Иди лучше рыбу лови, иди охоться. Давай, давай, пошел, пошел, пошел. Гуляться хочет, не нагонялся. Надо было взять мячик какой-то ему побросать. Фух, супергерой. Прохожу. Уровень. Это как, знаешь, проходишь, а в конце этот, как это? Как это в конце Марио многих игр? Ловарь. Ловарь, да. Да, ты там стреляешь, прыгаешь. Это мне Боба, ловарь. Все, ребята, нам нужно сейчас поломать этот пьет. Разбить, повытаскивать. Можно вот так просто ногами, да, на него наступать? Какая здесь самая большая? О, я в яму вступил, про которую ты говорил. Смотри, сразу по колену. Это вот она здесь идет. Нам нужно... Смотри, берем. И этот лед. Как хоккейные шайбы полетели. Вода набралась. В этот раз глубина уже хорошая. Так, а я здесь расчищу. О, говорю, чтобы не набрать, блин. Интересно, как это выглядит? Два чувака расчищают от льда озера зимой. Такая вот, ребята, налегкая видеоблогерская доля. Ломать лед зимой для того, чтобы порыбачить. Это идея. Говорю, я не нахуй такая хрень придумаю. Но ничего, я думаю, блин, ребята, будет интересно. Что мы с льдом, зимой небо там. И кто же еще с зимой небо там? Я думаю, никто еще. Именно в то время, когда лед уже есть, вряд ли кто-то. Половину где-то мы, ребята, уже расчистили. Ну, вот такие кусочки льда плавают еще на воде. После того, как мы вот до берега туда расчистим весь лед, еще придется пройтись пару раз, наверное, вот такие мелкие кусочки поубирать. Потому что, когда мы не водом, или как по-другому, волоком называется еще, будем тянуть, чтобы, получается, у нас в вот этой сетке не было вот таких кусков льда. Придется все очень хорошо расчистить. На самом деле, выглядит весело поломать зимой лед. Но времени нужно, наверное, будет на это очень много. О, какая глыба льда. Я надеюсь, что это все не зря, что это ослое. Ребята, смотрите, какой цельный кусок. Виталик смог поднять, а он у него не сломался. Лед, в принципе, не очень толстый. Давай бросай что-то. Давай остыки с разбега. Так, ребята, взял такой кусок льда. Надеюсь, сейчас получится разбить. Наславите. Еще один надо. Короче, ребята, не получилось с первого раза. Давайте вторая попытка. Вы еще помогите своим лайкам добить. Пониже, пониже, блин. Вот чем больше лайков вы поставите, тем... Блин. Ребята, первые два раза не получилось. Это потому, что вы мало лайков поставили. Ставьте больше лайков, и сейчас все получится. Это три. Серега разбивает. Два. Один. Есть. Подурачиться, она вспомнит детство. Как прыгали, помню, какие-то кадавы, там, знаешь. Идем со школы, провалимся, блин, по пояс мокрый. Я когда со школы домой ходил, у меня ни одной канавы по дороге не было. Ни разу не проваливался. Так, ну что, ребята, мы уже, как видите, практически весь лед поломали. Но у нас за спиной, короче, это все чистить и чистить надо будет. Ух, ребята, шли ловить рыбу не водом. Решили строить вот такой вот дом из-за льда. Короче, вот такие пластины у нас сюда получилось наверх ставить. Сейчас с Виталиком еще нам нужно, получается, крышу поставить, да? Вот так вот отнесу немножко сюда камеру, чтобы вы видели, как это все будет рушиться. Если это будет рушиться, и, кстати, напишите в комментарии, как вы думаете, получится у нас сейчас установить крышу, чтобы это все не завалилось или нет. Что, после строить крышу? Скользкая. Скользкая очень. А в резиновых перчатках еще, знаешь, как? А, выскальзывает. Ну что, ложим? Да, кладем. Ну, короче, такой вот дом из-за льда, ребята, 24 часа челлендж в доме из-за льда не получился. Куски льда плавают. Мы, когда будем неводом тянуть, это нам будет очень мешать, потому что лед на самом деле очень тяжелый, особенно если много вот этих кусочков будет. Ну и как бы не особо там много, наверное, что у нас получится сделать. Поэтому мы сейчас решили взять невод и такой холостой протяг сделаем, соберем вот этот весь лед, который особо мешает, ну не весь, но что сможем, то соберем. Вытянем его на берег, чтобы тут более чистая вода была, а потом перекурим пару минут. Ну, вот так образно перекурим, отдохнем, типа дадим время рыбе успокоиться, потому что мы тут наколомутили так. И потом уже неводом пройдемся так, чтобы поймать какую-то щучку, какого-то карасика, что-то поджарим. Ну, а все, что будет лишнее, выпустим, пускай плавает дальше. Мы только что с ними игрались, включил камеру, он уже не хочет играться. Берем невод, сейчас первый раз пройдемся, прочистим лед, выкинем его туда на берег, ну, а второй раз уже будет, так сказать, контрольный. По земле берем, так, да? Именно в мул зарывать, да, надо палкой вот так? Да, какая-то палка по земле. Оп-оп, я тут сам, короче, уже в мул начал застревать, так что я тоже еле выхожу. Ох, сейчас льда натягаем. Нам надо было сразу вот так лед расчищать им, потому что очень много времени потратили, пока убирали. Зато смотри, за нами уже чисто, но вон от берега уже отплывает новый лед. Вот она зимняя рыбалка, ребята, ловится лед. Ловим лед. Так, как бы это все вытянуть, чтобы не порвать его? Теперь бери за нижнюю вот эту трос. Ага. И вот так сильно поднимай, берем вниз. Давай, давай. И тут вытянем. Порвем, порвем. Давай лучше вручную сейчас это расчистим. Нет, потому что там может быть рыба. Рыба, ну быстро давай, чтобы она, короче, это не задохнулась. Боба, отойди, чтобы мы в тебя не попали. Так, ребята, немного расчистили, смотрите, сколько льда накидали. На самом деле лед такой тяжелый, это кажется, что лед, что он там весит. Сейчас вот это уже остатки решили вытянем, надеемся, не порвем. Хотя льда там, в принципе, еще тоже много осталось. Весит, да? Да. Давай. Все, смотрите, сколько мы льда, ребята, поймали. Замороженная рыба. Ну ничего, может мешал лед. Сейчас мы просто протянем более лучше уже и может что-то поймаем. Так, ребята, лед расчистили. Он, правда, опять начинает понемножку заплывать, но пока он не заплыл, мы сейчас уже второй раз протянем. Первый раз ничего не поймали. Ну мы, в принципе, и не надеялись, что первый раз что-то поймаем. А сейчас этот раз надо уже пройтись как-то качественно. Зарываемся в мул тогда? Да, да. Так, ребята, ну половинку прошли уже. Сейчас вторая половина. Я так хорошенечко в мул взрываюсь. Надеюсь, что что-то таки поймаем. Так, я думаю, сейчас что-то будет. Так, выливай сильно веревку. Все, тянем. Так, интересно. Есть карасик. О, я вижу карасик. Два штуки я вижу. Класс. Так. Есть, Степануля. О, ребята. Щука, смотри, щука. И щуку хватанули. Смотрите, как она зацепилась. Ребята, вот такая вот, ребята, щука. И там еще есть пару карасиков. Идемте, покажу вам. Надеюсь, сейчас она не убежит. Все, я думаю, ребята, нам хватит. Такой вот уловщик небольшой. Одна щука. Вот, посмотрите, какая. Хорошенькая. Хочет хвататься. Бабать, держи ее, держи, держи. Все, Баба. Молодец. Молодец. Ай, только не унеси. Баба, стой. Баба. Отдай щуку. Баба, это наша добыча. Мы с тобой поделимся. Баба, отдай нам нашу щуку. Баба, фу. Фу, Баба, фу. Фу. Брось. Короче, он убрал, забрал щуку, все. Баба, я его пытаюсь забрать, он рычит. Баба, ты уже щуку съел. Ты уже за карасями нашими пришел. Вот, короче, наши караси. Вон там еще пару штук. В общем, голодные не останемся. Ну что, я думаю, можно больше не тянуть, потому что мы пришли сюда, чтобы не выбить всю рыбу, а так чисто поймать там на пожарку где-то, еще что-то. Тем более, да, устали, замерзли, уже хочется возикастрика какого-то посидеть. Кстати, да, лишь бы не заболеть, потому что вот эти резиновые сапоги получаются босыми ногами, вот там в носках, и в воду заходишь, а в воде минусовая температура, потому что лед, и, короче, холодно. А Баба все, ворует и ворует рыбу. Баба, фу. Баба, иди щуку ешь. Итак, друзья, отошли немножко уже от озера, пришли сюда такая красивая полянка, такой красивый лес тут вокруг, в общем, повесили казан, Виталик уже начал потрошить рыбу, я тут немножко наколол дров, сейчас еще немножко подколю, будем уже разжигать костерчик, будет тепло, наконец-то согреемся, потому что в воде на самом деле так прохладненько было, переживаю, лишь бы не заболеть, потому что многие реально так конкретно промерзли. В общем, сейчас немножко еще доколю дров, и будем уже разжигать костерчик. Хорошо, ребята, что взяли с собой немножко дров, потому что сейчас, честно, уже, наверное, скоро будет темнеть, и, возможно, не было бы даже времени нам ходить где-то по лесу, собирать дрова, хотя лес здесь такой достаточно дикий, людей здесь очень мало ходит, я думаю, с дровами все равно здесь проблем не было. Все равно, влажные, просто, знаешь, как тяжело растопить. Да, сейчас бы разжигали еще влажные, наверное, еще бы время убили и так, на самом деле, пока этот весь лед проломили там, пока почистили. Не, замерзли, нофига. Да, замерзли, и времени много ушло. Замерзли костерчик, чтобы согреться, чтобы реально не заболеть, не простыть, блин. Так, а у нас спички или огневые есть с собой, чтобы разжечь? Ну, огневые у меня всегда есть в рюкзаке. А спички есть какие-то? Я не знаю. Спичками им все-таки проще разжигать. Я, кстати, да, всегда забываю о спичке, и уже сколько раз меня просто без выжимания выручает это огнево. Давайте я, наверное, сегодня попробую, короче, огневым разжечь костер, потому что Виталик, наверное, уже много раз разжигал. Я, кстати, тоже пару раз пробовал, смотрите, щука еще шевелится. Не хочет казан. Чувствую, что сейчас будет ее очередь, да, сейчас в казан пойдет, и решила попытаться куда-то убежать. Ничего, мы просто заскучали вот за рыбкой, особенно я, а то у нас охота была, так и выживание, а сейчас так как на паух там ходил, вот зеленый не поймали, то вот думаю, здесь мы полюбасу что-то поймаем, потянули, есть. Все, думаю, можно разжигать костер. Виталик, давай огнево, я буду сейчас это пробовать, может у меня что-то получится. Кое-что-то, иди. Не, ну я возьму что-то сухое, а то что-то... Траву и распадешь быстро. Давай, гри, блядь, заяви. О, все. Есть. Не с первого раза, ребята, но что-то получилось. Так, где тут я щепки делал сухие? Все, ребята, разгорается уже наш кастрик, скоро наверх можно будет ставить казан, Виталик уже выпотрошил всю рыбу, и сейчас будем что-то уже вкусное готовить. Скоро уже, кстати, тепло будет, можно вот так пока что руки погреть, хотя руки, в принципе, не особо то и замерзли. Решил немножко подрессировать бобу. Ой, оп. О, леоп. Оп, оп. Оп, оп. Я подогрел интерес ему к этой палочке, теперь все, он думает, что она ему очень нужна, и мне очень нужна. Держи, держи, держи. Все, все. В общем, ребята, пока я тут с бобой игрался, Виталик уже разогрел казан, налил масло, обвалял в муке и жарит уже рыбу. Уже такой большой костер, уже реально можно возле него погреться. Хотя, в принципе, мы уже и нагрелись. Я тут пока с бобой поигрался, там, двигаешься, бегаешь постоянно, то, короче, уже тепло. Все, ребята, нажарили рыбку, карасиков и со щукой. Красотища на природе. И боба как уже аппетит нагулял, нагонялся. Фу, подожди, горячая. Ребята, мы помыли рубки, потому что под прошлым видео мне писали, что ты потрогал собаку, ел, короче, там, дурак. Не, я всегда мою, вот дал мыло, помыли только что. Фу, боба. Давай ему, может, карась какого-то дадим. Нет, он с костями. Это вот со щуки я снимаю. Ммм, вкусная щука получилась. На природе сидишь такой январь, снега нету, ты в кофте сидишь, тепло. Ну да, погода, смотри, уже ползимы прошло, а снега и нету, зимы, можно сказать, и не было. Ну да, не, он был такой легенький снежок какой-то, ну. Да-да, там перепадами то есть, то нету. А хотел вот это тебя спросить. Ты вот занимаешься экстримом и то баны, говоришь, да-то, значки желтые приходят, да? Ну да, сейчас я вот уже перестал такой экстрим желтый снимать, потому что там и страйки раньше год назад где-то приходили, и Роскомнадзор мне там, короче, привет передавал, то я, короче, уже там с руфингами такими завязал, тем более сейчас в правилах Ютуба прописано, что там, во-первых, опасные действия всегда, они как бы на грани такой контент был. Ну да, прыгнул где-то и все, это уже опасно, блин. А сейчас еще значок желтый. Да ладно, если желтый значок, а если страйк придет? У меня с охотой и с этими приколами. Многие не верят, что я там не показываю вот это убийство. Ну на самом деле, ребят, даже вот там рыбу разделаешь или еще что-то. И то стребно уже. Ютубу не понравится, там каплю крови увидят, уже желтый значок, желтый значок это что? Это уже нету монетизации. И ладно, если нету монетизации, еще могут 18 плюс поставить. Да даже желтым значком вот, Ютуб говорит, что видео, типа, это никак на продвижение не влияет. Ну да, слабо уже. У меня, кстати, вот даже мы видос в прошлом снимали, который с Виталиком, там есть выстрел с воздушки, мне за это уже сразу желтый значок дали. Буквально 3 минуты видео. Ему и зеленому поставили за тот видос, чтобы это были. Просто с воздушки, стряк, даже не попал в того фазана, мы его не поймали, ничего ему плохого не сделали. Желтый значок, все. Это как вот, ребята, вы где-то там работали день, и вам не заплатили. Сделали, да, свою работу, старались, короче, от души. Это же неприятно. Ну да. Ну я понимаю, вот когда нам там иногда еще ладно, знаешь, там ты рекламу уставляешь, говорю, то многие видео реально там большинство желтый значок, то есть спасает только это, когда какая-то реклама, и то там я, допустим... Ну да, да, я-то там, это уже... У меня, допустим, реклама не очень часто бывает, так что такие. Ну я как бы особо не жалую, знаете, это такие закадровые моменты, но многие думают, что там ютуберам быть классно. Уже на улице немножко темнее, это мы вот тут едим карасиков, щуку вот эту. Короче, такой вот у нас реально вышел крутой день, я думаю, еще, наверное, такого никто не делал, чтобы ломать лед потом неводом ловить рыбу, да, я вообще даже до такого не додумался, потому что Виталик мне предложил такую crazy идею. Я надеюсь, ребята, вам видео понравилось, мы, кстати, с Виталиком, я еще вот уже второе видео говорю, что мы обсуждаем с ним зимний поход в Чернобыль. Пишите в комментарии, если вы хотите, чтобы мы там в Чернобыле тоже сняли какую-то рыбалку, там очень много рыбы, потому что ее там, в принципе, практически никто не ловит, но мы знаем, что там какие-то, ну, у кого есть связи, короче, они договариваются, ловят, чисто так, ну, ради интереса они не забирают эту рыбу, потому что рыба Чернобыля, она такая, ну, наверное, не самая лучшая будет. Ну, мы пойдем, короче, попробуем что-то поймать, это будет опасно, потому что нас могут поймать, еще и штраф могут большой влупить. Ну, интересно поймать. Да, я уже в Чернобыле много раз был, надеюсь, что все будет хорошо, что нас не поймают. Со мной поймают. Потому что если на рыбалке нас поймают, то все будет капец. Ну, короче, пишите в комменты, если хотите видеть, как мы пойдем в Чернобыль, ссылку, кстати, на Виталика Канал тоже оставлю в описании Переходите, подписывайтесь Ну а с вами был Сергей Трейсер, Виталик Игнатюк и Боба Боба, скажи вам Ну все, ребят, всем пока